приветствую вас друзья гости и подписчики моего канала с вами Галина как вы уже догадались я нахожусь в лесу наконец-то выбралась в лес приехали с мужем за грибами лес в основном здесь сосновый приехали за зеленками или подрома эти грибы называют родовка зеленая родовка серая или зеленушки как кто их называет выбралась в общем лес три года не было в лесу и теперь надышаться не могу как здесь красиво благодать такая красота очень люблю лес хожу еще грибы хожу по лесу по осеннему лесу сейчас конец октября шурчат под ногами листья и такая благодать вам не передать словами лес обожаю с детства очень красиво поют птички но я еще грибы одну маленькую под зеленку я уже нашла родовка серая по-другому называется приехали мы с мужем вдвоем на мотоблоке вот там среди деревьев стоит наш мотоблок муж где-то пошел но я далеко от мотоблока отходить боюсь так могу заблудиться очень красиво в лесу даже если не наберем рыбу хочется просто отдохнуть и подышать лесным воздухом продолжаю ходить по лесу у нас здесь в основном сосновый лес посмотрите какие молоденькие сосенки сосны какая красота очень красиво тишина с утра было солнышко это березка с утра было солнышко сейчас небо затянуло тучами очень красиво в лес стоит ходить только ради того чтобы полюбоваться этой красотой очень красиво тишина иногда поют птички красота хожу брожу по лесу там у нас делянка лес почти вырезали очень много леса вырезается у нас белоруссии раньше там собирали ягоды а сейчас пустое поле но я хожу здесь одна мужа не видно поют птички и вот такая красота сосны лес сосновый а я ищу грибы да какие сейчас могут быть грибы конец октября только зеленки под зеленки родовка серая родовка зеленая сегодня у нас ветер после обеда передают дождь деревья скрипят от ветра какие-то грибочки ядовитые вот такая красота в лесу ну а там лес уже весь вырезали как я говорила садят молоденький но когда он нарастет нам этого не дождаться нам этого не дождаться какой пушистый кустик нашла посмотрите какая красота ну а в лес стоит приезжать не только ради грибов а просто чтобы насладиться всей этой красотой насладиться воздухом лесным надышаться послушать пение птиц конечно сейчас птички мало поют но иногда слышно это какие-то грибочки не знаю что это может сыроежка может еще что-то очень много сухих грибов много подмерзших по ночам были заморозки последние дни ну а я хожу еще грибы грибов конечно почти не нахожу муж у меня здесь местный знает свои места уходит далеко в лес но я боюсь поэтому остаюсь недалеко возле мотоблока хожу здесь дорога мотоблока уже и не видно далеко отошла и мужа тоже не видно нигде в общем я одна в лесу здесь муравейник нашла муравьев не видно уже попрятались вот один вылез ну а рядом с муравейником я нашла вот такие грибы эти грибы у нас называют курочки или лоси мы их тоже собираем может быть у этих грибов есть какое-то другое научное название но у нас их называют курочками или лосями вот такая у них шляпка а под шляпкой вот такие как волосики или как это называется такая толстая ножка я их обычно отвариваю чищу вот это вот все под шляпкой вычищаю ежики вот эти отвариваю из них очень вкусные котлеты это съедобный гриб поэтому ложу его в ведро я таких грибов уже здесь насобирала немножко эти грибы жарить тоже можно но я их в основном отвариваю чищу и перекручиваю на котлеты на грибные котлеты очень вкусные котлеты с них получаются но у нас здесь лоси есть где-то недалеко так как свежие вот что нашла может не стоит это показывать но это говорит о том что где-то недалеко ходил лось и сделал это сегодня так как вот это все свежее ну а вы уж извините меня что я это показала ну что нашла в лесу то и показала грибников нет тишина наверное одни с мужем мы здесь и ходим по лесу но я продолжаю искать грибы ну а я нашла вот такую красоту не знаю что это за гриб похожий на белый сейчас срежу и посмотрю такой красавец срезала я этот гриб но сама не понимаю что это за гриб вроде бы на белый похож похож и на польский вот что у него под шляпкой ну не знаю положу ведро придет муж спрошу что это что это за гриб вот столько грибов у меня уже в ведре всяких все что нахожу кидаю сюда под зеленки под зеленки вот этот грибок и корочек набрала нашла нашла еще один муравейник тоже большой но муравьев не видно уже попрятались все нашла еще одну под зеленку она правда сухая ну сейчас срежу посмотрю выкинула оказалась сухая да еще и червивая а здесь вот такой бугорок сейчас посмотрим что под ним а под ним вот что под зеленки под зеленки вот так в земле под такими бугорками они растут в песке ну а я пришла к мотоблоку немножко посидеть попить воды у меня проблемы с коленом не могу долго ходить и долго стоять на ногах обязательно нужно сесть посидеть пришла немножко отдохнуть ну столько грибов набрала всяких не пойми чего как говорится курочки под зеленки ну и вот это не знаю маховик наверное какой-то шляпка синеет под низом на польский не похож но и этой не белый спрошу у мужа что это за гриб конечно в лесу сухо поэтому грибов практически нет мужа моего так и нету где-то далеко пошел но я далеко не хожу так и боюсь заблудиться ну а там на горизонте появился мой муж что-то собирает что-то находит не знаю что он там сейчас принесет вот такой ветер у нас сегодня очень сильный это все сосновый лес но у нас еще тепло наверное градусов 14 есть передают уже похолодание мокрый снег вот что у меня муж насобирал полное ведро зеленки корочки нашел одного белого поедем дальше заправляет мотоблок и поедем дальше искать грибы приехали мы еще в одно место и сразу же нашла вот столько подзеленок те грибы что у меня были я высыпала в другое ведро освободила чтобы легче было носить все продолжаю дальше собирать грибы здесь тоже сосновый лес ну что ж тихая охота у нас удалась съездили в лес сегодня не зря набрали три ветра грибов полное 20 литровое ведро зеленок и подзеленок ведро зеленок и курочек и полное ведро курочек вот эти грибы еще называют петушки курочки лосики может у них есть еще какое-то название едем домой а Продолжение следует...